Лесные пожары в Сибири охватили более 700 гектаров. Самая сложная ситуация в Красноярском крае, там сейчас горит больше 200 гектаров леса. В Омской области на минувшей неделе тоже вспыхивали языки пламени, но пока ситуация под контролем. А вот город затянуло едким дымом. Во время и после субботников жгли траву и мусор. Огонь перекидывается на дома и машины, пожарные ежедневно. Выезжали на несколько десятков адресов. О последствиях пала в городе расскажет Дмитрий Куканус. Эти кадры на память о первой весне в своем доме. Ивану Авраменко и его соседу удалось остановить огонь буквально в нескольких метрах от своего коттеджа. Если бы не пожарные, беды было бы не миновать. Впрочем, и сами огнеборцы благодарили за помощь. В тот день вызовы начали поступать с 7 утра. Я смотрю, он уже уставший никакой. Шланг достает с машины. Один, считай, водитель один. И один пожарный. Ну я что, взял шланг, помог ему. Он спереди идет. Я сзади шланг на себе тащу. Машина за нами едет. Сейчас пожарные расчеты выезжают на вызовы сотни раз в сутки. Это в два раза больше, чем в прошлом году. Иначе трасса, трава высыхает. Идет отжиг. И, извините, нам надо работать. В этом году пути было много снега. Но снег очень быстро сошел. Воды не осталось. Поля очень быстро высохли. И возгорание происходит в основном на тех территориях, где не обрабатываются земли. Ну а дачные кооперативы, это связано с тем, что начинается на сегодняшний день уборка их. Вывоз мусора с территории. В черте города зона особого риска частный сектор. Здесь весенняя уборка тоже нередко заканчивается пожаром. Добровольцы обходят десятки дворов в день. Напомнить жителям простые правила безопасности оказалось не лишним. Когда задаем вопрос, как звонить в службу спасения, все говорят, что знают. Но когда конкретно спрашиваем, какой телефон, отвечают все неправильно. Поэтому мы раздаем памятки, в которых написаны все номера служб спасения и куда обращаться в случае чрезвычайной ситуации. Пакеты с мусором или же просто оставленные кучи травы и листьев. Отброшенные сигареты могут легко загореться. И угроза здесь не только открытый огонь, но и сам дым. Для того, чтобы понять, чем именно он опасен, возьмем несколько образцов для лабораторного анализа. Сжигаем немного листьев, разводим пепел водой. И моделируем ситуацию кислотного дождя. По образовавшейся щелочной среде специалист делает неутешительные выводы. Листья, допустим, пораженные, загрязненные выхлопами автомобилей из двигателей внутреннего сгорания, то там много частиц остатков углеводородов. Очень много сажи, то есть мелких частиц, которые осаждаются в дыхательных путях. Омск на четвертом месте в Сибирском федеральном округе по заболеваемости бронхиальной астмой. Воздух над индустриальным мегаполисом и без костров слишком загрязнен. Очень сильно реагируют дети на это дело. Реагируют лица пожилого и старческого возраста. Реагируют лица, страдающие хроническими заболеваниями. Причем не только дыхательные системы, но и сердечно-сосудистые системы. Вот, больные с неврологическими заболеваниями. Впереди майские праздники. Пожарные готовятся к напряженной работе. А полицейские напоминают, разведение костров в черте города запрещено. Штраф до 5000 рублей. Дмитрий Кукана, Санна Мартынова, Сергей Степанишин и Евгений Русенко. Омск здесь.